Здравствуйте, дорогие соотечественники, здравствуйте, дорогие земляки Туркменистанцы. Сегодняшнее выступление я хочу посвятить тому, что Атамурат выставил видео с разоблачением и конечным резюмированием того, что было сказано неким господином, которого вы все знаете, с подробными изложениями и с хронологией, когда, что он и что говорил. И финальная сцена, где он в Варшаве или где там на митинге на русском языке, фактически заявил о том, что Фархад Мейманкулиев, он был, ну не знаю, экстрадирован в Туркмении, и о нем никто ничего не знает, ни его родные, ни близкие. И вот Атамурат, наверное, задавался этим вопросом, зачем ты это говорил, для чего? Для чего столько времени, вот это было, как сказать, вот эта фантастика была, которая рассказывал, да, я помню слова одного умного человека, который мне сказал, что многих глупостей можно в жизни избежать, если вовремя задаваться одним вопросом, зачем? Зачем? Зачем я это делаю? Зачем я это говорю? Какой в этом смысл и для чего? Ну, похоже, господин Курбанов, для него это незнакомо. Более того, анализируя эти, как говорится, его все выступления, у меня закралось такое, знаете, стойкое ощущение того, что господин Курбанов под влиянием политических и общественных невзгод, ну, немножко, как говорится, у него пошатнулась психика. О чем я хочу сказать, есть такая психическая болезнь, как шизофрения. Переводится шизофренос, это расщепление ума. Это на все то, что похоже, что в обычной жизни он просто гражданин Франции, житель города Тулузы, занимается айкидо, а вот во второй его жизни, где он является всенародно избранным президентом с помощью электронных выборов. И вот, короче, это расщепление ума, где он, когда он перед камерой, он президент, лидер ДВТ, когда, ну, камеру выключает, он становится гражданином. И, кстати говоря, это все его, то, что вот это все вранье, это череда вот этих сказок, которые он рассказывал именно про Фархада, оно очень сильно напоминает один из разновидностей шизофрении, так называемый шубовый сдвиг. Только это не в честь шубы названо, а в честь немецкого психиатра Шуба. В чем проявляется этот шубовый сдвиг? Когда человек врет или рассказывает какую-то неправду и искренне, свято верит в это. И при попытке ему возразить, это вызывает у него крайнюю степень ярости и неприятия. И он готов идти на все, чтобы устранить этот источник возражения, да. Ну, вот это очень сильно напоминает этот, вызываемый, то, что и делал Курбанов. Ну, учитывая то, что, как говорится, и раньше он рассказывал сказки, ну, вы, наверное, все помните, короче, о том, что, как говорится, корабль упадет китайский на Туркмению, да. Про 500 долларов я уже даже и говорить не буду, который он обещал всем раздать, хотя мы его отговаривали. Ну, та маниакальность, которой он осуществлял в своей идеологии, да, то есть не слушая здравый смысл, наталкивает на мысль, что все-таки это примерно то, что я говорю. Я могу одно сказать, что если оно так, если это еще больше усугубится, да, ну, я думаю, что многие критики Курбанова поймут, что Надарара оказался прав, и то, что мы его критикуем, это же, получается, с точки зрения ислама большой грех, потому что мы глумимся над больным человеком, да, ну, а иначе его здорово никак не скажешь, потому что, ну, вот так откровенно, нагло лгать, говорить одно, и, как говорится, а потом на деле это пуф, вышло, короче, в пустое выступление, подытоживание того, что, да, дескать, его оказывается, экстрадировали, да, кстати, получается, что же, господин Керизов был прав, а господин Курбанов лгал, как иначе это называть, надо называть вещи своими именами, поэтому, если, конечно, он сочтет нужным, если, как говорится, он действительно не шизофреник, тогда, наверное, он объяснит, ответит, вернее, на один простой вопрос, зачем он в самом начале мая месяца этого года говорил одно, где только он не определял место жительства Фархада Меманкулеева, это и Турция, и, как говорится, и Швеция, и по какой-то защиту он говорил, да я уже не, это такая, знаете, спонтанная терминология, которую он придумал, что она даже у меня в голове не отразилась, потому что, если это что-то действительно фундаментальное, или это держится на каком-то законе, я это запоминаю, а вот бред какой-то придумки долго в голове не держится, поэтому, ну, наверное, нужно у господина, следующий этап, всем людям задайте вопрос Курбанову, о том, что, зачем он это говорил, да, и читая комментарии под этим видео от Амуната, да, я просто был, я удивился всему тому, что написали в адрес миссия Курбанова, да, и этот человек еще говорил, что я потерял уважение у туркмен, ну, я думаю, вот эти, короче, какахи, которые летели в его адрес, это, наверное, говорит, ну, о такой форме проявления уважения у туркмена, это такое огромное, великое уважение, да, ну, я не знаю, да, мне 60 лет, да, оставь и рулах, иметь такое уважение, да, ну, я, в принципе, все сказал, да, и я думаю, что народ туркменский скажет, короче, ему, что надо, всего доброго, всем добра.